Благоустроить двор, заасфальтировать дорогу, помочь с организационными вопросами при ремонте дома. Жители дома 66А по улице Никитинской проблемы решают вместе с городским парламентом. Галина Михайловна известна в своем квартале как активист. Рассказывает, что недавно, когда возникли вопросы с получением выплат при установке приборов учета, они обратились к председателю думы. И вот проблема решена. Выполнены и многие другие просьбы жителей. Вот мы попросили, чтобы нам завезли ели. Вот они перед вами. Потом мы просили, чтобы сделали ограждение. Вот тут тоже. Эти ограждения тоже сделали. Но мы постоянно, какие вопросы у нас бывают, мы постоянно связываемся и с Галиной Геннадьевной, и с администрацией, и решаем все вопросы, которые у нас есть. Система взаимодействия горожан с депутатами в Самаре отлажена четко. Адреса общественных приемных депутатов и время приема опубликованы, в том числе и в интернете. А в день, когда партии «Единой России» исполнилось 15 лет, ее представители активно работали на местах. Прием граждан вела председатель городского парламента Галина Андреянова. Жители приходят с самыми разными проблемами, чаще всего с коммунальными. Однако в последнее время все больше обращений касаются развития всего города вообще. Очень хорошо, когда депутат работает там, где он живет. Вопросы, которые задаются на этих приемах, они очень-очень разные. Если раньше мы говорили только про вопросы, которые касались благоустройства двора, когда крыши текли, когда подъезд надо отремонтировать, то сейчас вопросы более глобальные. Например, развитие района, развитие нашего города, каким образом будут реконструированы в дальнейшем улицы. Особенно очень много этих вопросов стало возникать после реконструкции улицы Старозагора. Этим летом в городской думе заработал телефон горячей линии. За это время уже решены многие вопросы горожан. К примеру, по их обращениям установлен автопавильон на остановке. Демонтированы ненужные парковочные столбы. Проведены работы по благоустройству. Всего поступило уже порядка 900 сообщений. Однако в думе говорят, что это только начало. Горячие линии продолжают работу. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону. 332-22-23. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.